This conference will now be recorded. В течение вебинара задавать и, собственно, пока я буду представляться, у меня небольшой слайд представления, я попрошу вас также немножко отписаться в чат о том, кто каким уровнем обладает. Для меня тоже это важно, насколько подробно какие-то вещи рассказывать, кто, быть может, уже знаком с HTML, CSS, кто может быть знаком с версткой, кто-то знаком, может быть, с JavaScript на каком-то уровне. То есть напишите, пожалуйста, кто какими технологиями обладает, чтобы у меня какое-то представление у вас тоже было. И пару слов о себе еще раз. Меня зовут Михаил Непомнящий. Я достаточно давно вообще в сфере IT, в самых разных ролях присутствую, преподаю также уже тоже не первый год, 2016 года. Долгое время я работал в компании NTV+, занимался тем, что был участником интернет-вещания, онлайн-вещания спортивного от NTV+. Сейчас я работаю фронтенд-разработчиком в компании Codex Automotive и участвую в разработке функционала веб-сервисов для автодилеров на российском рынке и рынке СНГ. Мы работаем со стеком JavaScript и React. Много там чего еще дополнительно, но это основной стек, который мы используем. Ну и также преподаю я тоже в основном в направлении веб и в частности веб я преподаю в учебном центре специалистов. Собственно, сам учебный центр очень крупный, здесь огромное количество крутых преподавателей, огромное направление самых разных профессий. Сюда приходят люди для того, чтобы получить новую профессию, для того, чтобы получить новые навыки в рамках существующей профессии. И спектр самих курсов и уровней сложности достаточно большой. Соответственно, давайте, наверное, покажу то, о чем мы будем с вами говорить. Есть некие на сайте путеводители по разным профессиям, они, может быть, не очень актуально обновляются. В частности, путеводитель по веб-программированию, это наша с вами тема. То, о чем мы сегодня с вами будем говорить в первую очередь, здесь это вот эта ветка, скорее, оранжевая. В веб-программировании у нас есть так называемый фронт-энд, то, с чем взаимодействует пользователь, то, что работает у него в браузере. И некий бэк-энд, то, что работает на стороне сервера. Есть также отдельное направление, это CMS-ки, разработчик на CMS-ках, то есть это система управления сайтами. Тоже совершенно отдельное направление. Мы будем преимущественно с вами говорить про то, что называется клиентским программированием в данном случае. И здесь богатый набор курсов по JavaScript. На самом деле курсов еще больше. И в частности, допустим, есть React и JSX, у React есть еще один курс, React Redux. И другие направления тоже постепенно появляются. Мы будем говорить в первую очередь об этом. И еще раз я говорил до начала вебинара об этом. Есть комната на сайте специалист.ру. Комната этого мероприятия, в котором мы с вами сейчас участвуем. Комната доступна зарегистрированным пользователям и участникам вебинара. Больше никто не имеет доступ к этой комнате. И сюда я выложил буквально два материала. Это презентация, которую я буду показывать. И исходный код того, что мы будем делать. То есть, в принципе, я готовился. У меня есть материалы. И вариант того, что мы будем делать. Может быть, он будет отличаться от того, что мы в итоге сделаем сегодня с вами. Он тоже здесь доступен. Можно будет скачать и использовать. Там небольшой файлик с Redmi тоже есть. По большому счету, перед тем, как мы с вами начнем что-то делать, то есть, единственное требование по перереквизит, который прямо точно должен быть у вас на компьютере. Это, во-первых, редактор кода. Я думаю, это должно быть. Кстати, напишите, кто каким редактором кода использует. Пользуется тоже интересно. Вам нужен Node.js, так называемый. Если вы не знаете, что это такое, тоже ничего страшного. В данном случае его просто нужно зайти на сайт nodejs.org, скачать LTS-версию, так называемую, long-term support, рекомендованную для большинства юзеров, скачать и установить ее. И тогда, соответственно, мы сможем с вами делать все то, что, по крайней мере, задумано в рамках мастер-класса. Хорошее сочетание Notepad++ и PHPStorm. В принципе, я их тоже использую. Но мы с вами будем сегодня в рамках VizCode работать. По крайней мере, я буду работать в нем. Вы можете работать в любом доступном редакторе, в каком вы привыкли. Я буду использовать VizCode. Давайте я вкрою обратную презентацию. Ну и программа мастер-класса. Я немножко еще пару слов скажу о профессии, не только о том, как мы ее здесь преподаем в специалисте. Мы будем говорить про настройку окружения веб-приложения. Нет, собственно, это то, с чего мы начнем, чтобы хоть что-то сделать. Мы установим какие-то приложения как раз в рамках настройки окружения и настроим некие скрипты. Опять же поговорим, что это такое, зачем это нужно, разберемся. И будем работать с JavaScript-модулями. Чтобы можно было не один файлик использовать, а разные JavaScript-модули. И инструмент. Давайте посмотрим некую начало картинку. Картинка очень популярная в интернете. Давайте на всякий случай вам ее скину в чат, чтобы вы могли ее подробнее рассмотреть. Здесь можно ее листать, рассматривать достаточно долго. И здесь некий такой путь в фронт-энд разработки. Путь большой, путь, может быть, нагроможденный местами разными технологиями. На самом деле, далеко не все нужно изучать. Здесь есть желтенькие, такие как крайне рекомендуемые. Соответственно, есть более такие бледные, как просто рекомендуемые. Есть еще серенькие, которые, ну так, неплохо бы. Надеюсь, на Linux будет ставиться веб-сервер. Роман, в рамках мастер-класса Linux мы не будем использовать. Веб-сервер мы не будем настраивать. Мы будем работать с фронтом в первую очередь. Я, конечно, могу и с Linux повозиться, но в рамках мастер-класса у меня запланирована работа в первую очередь с фронт-эндом. И мы будем работать с ним. Кстати, если мы пройдемся по этой всей истории, по-моему, здесь мы не найдем настройку Linux и установку на него веб-сервера. У нас будет локальный веб-сервер. То есть локальный веб-сервер мы создадим и будем им пользоваться. Причем создадим очень просто. Здесь много технологий. Это важный момент. Здесь есть главное – это основы. То есть основы, без которых никуда не пойти. То есть есть основы, на которых в дальнейшем можно уже выбирать. То есть здесь все последующие инструменты, они на основах держатся. Причем от каких-то вещей можно будет отказаться. Какие-то будут желательные, какие-то будут вообще необязательные. То есть даже работая уже потом профессиональным разработчиком, вы не обязательно будете использовать все эти инструменты. Кстати, сказать, кто вообще такие веб-разработчики. То есть в частности на моей работе где-то 40% тех, кто занимается веб-разработкой, фронт-энд, бэк-энд и там, и там, где-то процентов 40 – это девушки. Как ни странно. То есть девушек в веб-разработке много. В веб-разработку приходят как молодые, так и люди, которые меняют профессию уже после 30. То есть 35-40 – это, в принципе, тоже обычная история в веб-разработке. Люди приходят и переквалифицируются. Так что изначально я ориентируюсь на то, что хотя бы HTML, CSS не нужно объяснять в рамках этого курса. Мы будем немножко говорить про JavaScript, но тоже не особо углубляясь, будем поверхностно. Мы посмотрим вот эту часть менеджера пакетов и как можно работать со всем остальным. То есть если мы возьмем современные инструменты, то для того, чтобы работать со стилями, существует куча инструментов для того, чтобы упростить, ускорить работу со стилями, для того, чтобы работать с JavaScript. Есть старый синтексис, есть новый синтексис. Каждый год какие-то обновления выходят в синтексисе. И стоит всегда у разработчика задача, как это сделать, как с этим вообще работать, какие инструменты ему нужны, чтобы со всем этим работать. И как сделать так, чтобы эта работа в итоге открывалась у конечного пользователя в его окружении, в его конкретном браузере. Смотрю, что вы пишете. В рамках нашего с вами занятия операционная система не будет иметь никакого значения. Все, что мы с вами будем делать, одинаково для любой операционной системы. Вы можете работать с Mac OS, с любой из версий Linux, либо с Windows. То есть, повторюсь, вам просто нужен установленный Node.js и редактор кода. То есть, в данном случае для нашей фронтовой истории больше каких сверхустановок не понадобится. Точнее, все остальное мы поставим уже в процессе. Так вот, для того, чтобы использовать множество инструментов, существует как раз в том числе и Node.js, который я попросил вас поставить. Это некое окружение, которое позволяет запускать JavaScript вне браузера. То есть, изначально JavaScript – это был язык, который был придуман для браузера, для исполнения в браузере. Но сейчас мы можем его использовать по-разному. Мы можем его и на сервере использовать, как backend. Мы можем какие-то даже делать десктопные приложения на нем. И, собственно, чтобы это было возможно, есть как раз Node.js – окружение для запуска JavaScript вне браузера. И вместе с ним идет, когда вы его установите, либо если он у вас уже установлен, вместе с ним идет так называемый пакетный менеджер NPM. Он как раз позволяет дополнительно устанавливать еще какие-то возможности и использовать их. Ну а все остальное, чтобы работать с припроцессорами для стилей, дополнительной настройкой над CSS, чтобы работать с современным JavaScript. Есть такая штука, как Babel. Она позволяет… Роман, я не работал с десктопным JavaScript, но, насколько я помню, именно Electron, вы правильно заметили, по-моему, именно он позволяет разрабатывать приложения для десктопных… Десктопные приложения на JavaScript. Можно даже игры делать на JavaScript, то есть Unity, допустим, Unity 3D, она не только на C Sharp, но и на JavaScript позволяет делать игрушки. Чтобы использовать современный синдекс из JavaScript, используется так называемый транспилятор Babel. Он берет новый синдексис, преобразовывает его в любой поддерживаемый на старые платформы. То есть эту штуку тоже надо как-то использовать. Все это дело как-то нужно конфигурировать, настраивать. Для этого есть различные сборщики. Есть популярный сборщик Webpack, есть сборщик Gulp, есть сборщик Grant. Есть более молодой инструмент Parcel, которым мы с вами будем сегодня пользоваться, и будем им пользоваться, потому что он самый простой для того, чтобы вообще начать. Это как раз та изюминка, та фишечка, благодаря которой можно войти в веб-разработки и не затеряться. Как раз, чтобы использовать множество современных инструментов, можно использовать просто Parcel. А он уже внутри себя будет много-много чего дополнительно использовать. Давайте я покажу вам официальный сайт. Parcel.js.org Здесь есть русская документация. Можно будет подробно, самостоятельно, при желании с ней ознакомиться, посмотреть, что это вообще и какие возможности она дает. Нам важно, что она нам позволяет все современные инструменты сразу начать использовать, причем вообще без конфигурации. Нам даже конфиг файл не понадобится. Это очень здорово. Более того, здесь даже есть сравнение с Webpack. Он работает до 10 раз быстрее, чем Webpack. Webpack — это тоже инструмент сборки, но намного сложнее для того, чтобы вообще начать с ним работать по сравнению с тем инструментом, который мы с вами сегодня будем использовать. Ну и что мы будем делать? Еще раз, мы с вами настроим окружение, мы с вами установим несколько модулей, посмотрим, как это вообще делать, напишем несколько скриптов, и мы создадим небольшое мини-приложение, которое будет использовать как раз современный синтекс из JavaScript. По крайней мере, он будет иметь такую возможность, нам не обязательно будет его использовать, но он такую возможность будет иметь за счет того, что мы настроим. У нас будет локальный веб-сервер, мы сможем использовать современные модули JavaScript. Модули — это когда у нас разные файлы, не один большой нагроможденный файл JavaScript, а разные скомбинированные, некое единое целое. Ну и посмотрим также, как это все собрать в итоге, чтобы это было готовое приложение, которое можно уже размещать на веб-сервере, каким бы он ни был. Дальше мы посмотрим нашу презентацию. Итак, у меня весь код открыт. То есть, повторюсь, вам понадобится редактор кода, вам понадобится либо командная строка, терминал в других операционных системах называется. Его можно открыть отдельно, важно, чтобы была та же директория. Либо вы можете использовать встроенный терминал в редакторе кода. Я буду использовать, соответственно, терминал, который есть в VS коде. Но перед этим я открою новую папку, то есть как я с ним работаю. Пайл — open folder. Я создам новую папку и, по сути, войду в нее. Шрифт, который я буду печатать, будет покрупнее, Ирина. Я надеюсь, он будет лучше виден. Пункты меню я, к сожалению, не могу сделать покрупнее. Давайте я сразу что-то напечатаю. Ирина, напишите, видны ли вот эти символы, которые я печатаю в терминале. Значит, если у вас установлен Node.js, можно ввести команду node-v, и он выдаст версию Node.js, который установлен на устройстве. Вместе с Node.js устанавливается пакетный менеджер NPM. Мы тоже можем посмотреть его версию. Соответственно, эти два инструмента устанавливаются вместе. Они нам нужны. Папка у меня пока что пустая. Здесь у меня ничего нет. Для того, чтобы настраивать окружение, мне нужно инициализировать в этой папке NPM-хранилище. Мы сейчас увидим, что это такое. Давайте сразу просто посмотрим, как это сделать. Команда npm init-y. Это я работаю с терминалом в рамках этой папки. Если вы открыли отдельно терминал вне редактора, вам просто нужно будет перейти в эту папку. Ту, которую вы создадите. Там, где вы ее создадите. И эти команды набирать уже в рамках папки. Это важный нюанс. Вот npm init-y. Я нажимаю Enter. У меня появляется первый файл. Он называется package.json. Это файл, в котором будет происходить конфигурация нашего окружения. Более того, этот файл, которым можно будет делиться между другими разработчиками, и они смогут это же окружение просто по этому файлу себе тоже восстановить. Ну, либо вы на другом компьютере сможете установить себе это окружение и тоже его использовать. Поэтому это очень важный файл. Важно, чтобы он был. Здесь есть несколько секций. Этот файл представляет собой просто JSON-объект. Если вдруг вам JSON неизвестен, это вообще не язык программирования. JSON – это просто формат, который напоминает чем-то JavaScript-объекта. Важно, что здесь ключи и значения у нас записываются как строки. Но если только это не другие какие-то сущности, вроде объектов, массивов, либо чисел, либо более значений. Комментариев здесь мы не можем использовать. Все, что здесь есть, оно по умолчанию записано, потому что я использовал ключ минус y, и можно это все безопасно менять. Мы будем с вами устанавливать различные модули. Первый, который мы с вами установим, называется Parcel-Bandler. Parcel-Bandler – это как раз тот самый Parcel.js, о котором я говорил. Это сборщик, который одновременно даст нам и локальный веб-сервер, и одновременно нам даст возможность использовать современные возможности. Я набрал команду npm, я обращаюсь к пакетному менеджеру. Дальше написал букву i. Это сокращение от слова install. То же самое. В данном случае без разницы я могу написать его полную версию install. И название пакета, который мне нужен. Мне достаточно знать просто его название. Вы будете читать документации разных инструментов, и там будет встречаться. Выполните команду npm install и название, чтобы установить нашу программу к себе. И совершенно верно, Роман, это то же самое, что в Linux apt-get. То есть существует некий npm-репозиторий. Там зарегистрированы приложения. И просто зная название приложений, можно эти названия опять же нагуглить в интернете, по команде install мы можем их устанавливать. Что при этом произойдет? У меня то название, которое я сюда здесь использую, у меня добавится отдельная секция в package.json так называемых зависимостей. И то, что я устанавливаю, попадет в эти зависимости. Кроме того, у меня добавится в структуре проекта целая папка. Она будет называться node-modules. И все, что будет устанавливаться, будет устанавливаться ровно туда, в эти самые node-modules, и будет оттуда браться. Вот уже папка появилась, и в ней пока что мало содержимого, но будет намного больше. Причем, обратите внимание, я ставлю парсель-бандлер, но у меня уже установился Babel. Тот самый, который отвечает за обработку JavaScript'а из нового формата в старые. И всего, хотя я ставил один пакет, мне установилось аж 761 пакет. То есть это, по сути, зависимости, которые устанавливаются вместе с парселем. Я использую один пакет, но он для своей работы использует множество других. Можно не вдаваться в подробности на данном этапе, нам просто важно, что мы этот парсель можем установить, можем каким-либо образом использовать. Мы еще пару вещей в рамках урока будем устанавливать, но общая логика простая. npm install, название пакета, и он у нас устанавливается. Дальше нас интересует секция, которая здесь называется скрипты. Мы можем какие-то файлы на исполнение запускать, мы можем какими-то командами инициализировать какие-то действия. В частности, если мы будем, опять же, читать документацию того же парселя, то он нам будет рассказывать, как его использовать, и мы сможем по документации что-то воссоздать. В данном случае, давайте просто сразу на практике посмотрим, я создам скрипт, который называется dev. И содержимое на исполнении этого скрипта будет следующее, будет команда парсель, и будет некий адрес папки src.index.html. Я планирую, что в моей структуре проекта, структура проекта может организовываться по-разному. Как правило, есть папка source, некий источник, вот я ее сейчас создам, src, она, как правило, называется, хотя может называться по-разному. Есть некая папка, куда потом все будет собираться. Она может называться dist, может называться build, по-разному бывает. И я создам здесь index.html. То есть в веб-разработке есть такие понятия, как точка входа и точка выхода. То есть мы вошли куда-то, взяли какие-то файлы, обработали эти файлы и куда-то потом сохранили на точку выхода. Нам сейчас важна точка входа. Вот эта команда, она, по сути, запустит наш менеджер, парсель.js, сборщик. Этот сборщик обратится в нашу директорию src, которую мы создали, найдет там файлик index.html и будет уже с ним работать. А дальше будут происходить магические вещи, потому что все файлы, которые мы потом будем подключать в этот индекс.html, парсель тоже будет обрабатывать. Мы сможем напрямую туда подключать прямо при процессоре, будь то scss, las, les или stylus, и парсель за нас будет сам это все преобразовывать в обычный понятный браузер у css. Мы сможем подключить туда один JavaScript, который потом внутри себя будет подключать модули, самые разные, и будет их собирать. Более того, давайте, наверное, мы сразу что-то начнем. Мы в индекс.html сделаем базовую разметку. Ну и какой-то сюда тег напишем. У меня есть скрипт. В секции скриптов может быть любое количество команд. Наша задача – уметь их запускать. В принципе, какие будут эти команды, мы можем в документации их посмотреть. Вот эта команда в данном случае есть в документации парселя. Парсель можно установить глобально, и тогда нам даже эта секция скрипта не нужна. Но мы установили парсель локально для этого окружения. Что это значит? Если бы я установил глобально, мне бы, как сейчас я могу использовать команду npm, была бы доступна команда парсель. Но я не хочу устанавливать команду парсель глобально, поэтому она у меня установлена локально. Есть такой небольшой нюанс. Но я могу все равно эту команду использовать, просто обернув ее в npm скрипт. Для обращения я нажимаю npm run dev. npm – это наш менеджер. Run говорит, что запусти какой-то скрипт. Run. Dev – это название моего скрипта. Запусти конкретный совершенно скрипт. Нажимаем на Enter. У нас сейчас уже сразу создался локальный dev-сервер. И вот его адрес. Я могу кликнуть по нему. У меня открывается на моем компьютере локальный dev-сервер. И то, что мы ввели в HTML, мы сразу видим здесь. Никаких дополнительных инструментов мне не нужно. Один парсель, один скрипт и одна точка входа. И у меня уже сразу есть локальный веб-сервер. Дальше мы с ним будем достаточно гибко работать. Давайте, чтобы с секцией скриптов закончить и больше сюда не возвращаться, я еще одну команду напишу. Мы сейчас работаем со сборкой. Мы что-то собираем. В дальнейшем мы можем захотеть все это дело собрать уже не в режиме разработчика, а в режиме сборки, собрать готовую сборку, которую потом разместить на сервере. Для этого мы будем использовать ту же самую команду парсель, но с дополнительной опцией build. Парсель build. Она автоматически сама поймет, что ей делать. И мы ей дадим ту же самую точку входа. Просто вся разница между двумя командами. Это режим разработки будет. npm run dev запускает разработку. npm run build запустит для нас сборку. На этом этапе, пожалуйста, вопросы, если есть, задавайте. Я пока создам еще пару файликов, пока вы пишете вопросы в чат. Эти файлики мы с вами будем использовать. Так, вопросов пока нету. Пойдем дальше тогда. Итак, у меня есть индекс HTML. Давайте подключим к нему стили. Так как это индекс HTML в режиме моей разработки, я могу подключить к нему любой припроцессор. Если вы еще не имели дело с припроцессорами, припроцессор это надстройка над стилями, которая дает нам новый синтексис. Он попроще, чем обычный CSS, в том плане, что можно разбивать файлы на стиле, можно использовать переменные, можно использовать функции, миксины. Возможности большие. Это не тема нашего урока, поэтому мы не будем ее подробно разбирать. Но мы в данном случае в нашем файле для разработки можем подключать прямо припроцессор. Файл припроцессор это формат SCSS, он же SAS. И он будет понимаем нашим сборщиком, но на выходе мы все равно будем получать, браузер будет получать CSS. Это очень здорово. И также дополнительно мы подключим наш индекс JS, чтобы использовать любой JavaScript. Давайте просто проверим, что у нас 6 стили работают. Мы создадим какой-то фон. для нашей всей истории. Какой-нибудь будет light-seagreen. Обратите внимание, идет установка SAS. Installing SAS в моем терминале сейчас происходит. Это говорит о том, что я забыл что-то установить. Но парсель настолько умный, что он за меня это отметил, что мне чего-то не хватает для работы. И сам начал это устанавливать. Если мы вернемся в пакет JSON, то мы увидим, что у нас появилась еще секция, которая называется DevDependencies. И здесь появилась SAS. Я ничего для этого не делал. Я не набирал, хотя мог бы это сделать сам. Я мог бы набрать npm install sas. И он бы мне установил SAS. То есть это модуль, который позволяет как раз использовать мне припроцессор SAS и преобразовывать его в обычный CSS. Парсель мне установил его сам, без моего вмешательства. Это приятно. И давайте обновим нашу страничку. И у меня есть фон, который я использовал в своих стилях. JavaScript. Здесь мы можем, на самом деле, я, наверное, не буду показывать, потому что у нас ограничено с вами время. Я не буду показывать, что он действительно может использовать самый современный синтексис, который доступен на сегодняшний день. Просто поверьте на слово, что называется. У нас в NodeModule установился Babel. И парсель сам его установил. И будет просто его под капотом использовать. Нам достаточно того, что мы, допустим, можем создать какой-нибудь модуль, и, скажем, просто он будет у меня называться ModelJS. И использовать этот модуль. По поводу записи. Я запись веду. Я, честно говоря, первый раз веду рекламный вебинар. Такой в этом формате. Поэтому не очень представляю, как в итоге будет с записью. Но, повторюсь, у нас есть... Сейчас у нас есть комната, посвященная этому вебинару. Здесь есть материалы, которые мы с вами смотрим. И я предполагаю, что также, если вы будете зарегистрированы, вам помимо этой комнаты, скорее всего, будет доступна и запись. Но это лучше у менеджеров уточнить. Это так мое предположение. Но, по идее, было бы логично. Было бы логично. Так. Я буду сейчас использовать возможности модулей. Это современные возможности JavaScript в стандарте Е6. Опять же, если вы хоть что-то непонятное, не пугайтесь. То есть эта тема отдельно рассматривается на курсах. В специалисте все это дело можно рассмотреть. Я сейчас просто... Моя задача показать, что есть один инструмент, один единственный, один парсель, который мы с вами установили. Который позволяет нам использовать самые разные инструменты в нашей веб-разработке. То есть вы будете сталкиваться со множеством других инструментов. И будет вопрос, как начать этот инструмент использовать. И этот вопрос на самом деле нетривиальный. Как начать тот или иной использовать. И как раз тема этого вебинара, это как раз просто используя один инструмент, иметь возможность начать использовать любые другие. Ну, либо почти любые другие инструменты. По поводу вопроса Николая, терминал я использую баш. У меня здесь называется баш. У меня установлен гид. Вместе с гидом я установил гид баш и сделал его терминалом по умолчанию. В моем VS коде. Что я сделал в JavaScript 7? У меня есть файлик index.js. Index.html его подключает, как некую зависимость. Все, что здесь есть, он использует. А уже этот файлик index.js импортирует дополнительный модуль. Он его использует, эта функция, и он эту функцию вызывает. Если мы посмотрим в инструменте разработчиков консоли, мы увидим то сообщение консоль.log, который находится в этом модуле. Этот модуль никак напрямую не подключен в index.js, но он подключен как зависимость. Это одна из современных возможностей JavaScript, так называемая ES6 модуля. Мы с вами ее уже используем. Уже используем. Давайте я прикину по времени. С пеймли мы сделали то, что я хотел показать. Давайте пару слов скажу. У вас будет, еще раз, исходный код. Давайте я его скачаю. У вас будет некий архив. В этом архиве будет папочка src, которую мы сейчас вместе делаем. Будет package.json и package.log. Они на самом деле связаны между собой. И будет некий redmi. Чтобы попробовать все то же самое, что я делаю сейчас, вам по redmi можно прочитать, вам нужно будет просто установить Node.js локально на свой компьютер. Вам нужно будет распаковать этот архив и выполнить его на всего одну команду npm install. npm install работает таким образом, что она, основываясь на этом файлике, на package.json, она смотрит зависимости, обычные зависимости, и зависимости разработчика сейчас не так принципиально, чем они отличаются. Она устанавливает все, что здесь есть. То есть в данном случае у вас все, что нужно, установится. У вас будут какие-то скрипты, которые вы сможете использовать. И опять же здесь есть минимальная инструкция, что после того, как вы установите вот эти все модули, команда npm rundev поможет вам запустить локальный веб-сервер, попробовать поковырять его, попробовать понять что-то разное, подключать в индекс HTML. И runbuild будет собирать вам сборку. Сборка, давайте сделаем ее один раз. Ctrl-C нужно нажать в терминале, чтобы завершить работу дев-сервера. Ну, на самом деле, любого исполняемого скрипта. Любого исполняемого скрипта. Значит, у меня уже сейчас есть папочка dist. Она создалась в режиме разработчика. Здесь много, может быть, даже лишних файлов. Давайте мы удалим сейчас. Мы создали скрипт. Он называется build. npm runbuild запустит этот скрипт. Этот скрипт запустит команду parcell, который мы установили, выполнит опцию build, то бишь в режиме сборки он его запустит и получит нашу точку входа, наш индекс HTML. И на выходе он нам сформирует готовую сборку, которую можно будет размещать на веб-сервере. Он нам пишет, что он нам собрал папочку dist. Здесь есть индекс HTML, минифицированный. В этот минифицированный HTML рядышком положен CSS и маппинг к ним. Подключается этот CSS. У нас CSS файла даже не было. Вы можете использовать обычный CSS, это не важно, тогда будет точно так же его отрабатывать. Можете любой перпроцессор использовать, все будет тоже замечательно. Здесь есть модуль JavaScript собранный, тоже минифицированный, выглядящий немножко страшновато, но для браузера он оптимизирован, он весит мало. Его можно использовать в таком формате. По задумке я хотел сделать хотя бы кликер, что мы бы кликали, что-то показывали, но все-таки, видимо, я перестарался, кликер мы не сделаем, но вы увидите кликер в тех материалах, которые я приложил. Здесь важно как раз просто ухватить суть, что мы используем один инструмент, у нас есть точка входа, мы создали папочку, некую структуру. Вообще при разработке на фронте всегда есть такая структура. Есть исходники, есть то, что получается готовое, что потом используется на сервере. И есть точка входа, в которую что-то подключается. Допустим, в мой файлик со стилями я мог бы подключать другие файлики со стилями, и они бы все благополучно использовались. Допустим, если я захочу использовать Bootstrap в своем проекте, я могу сказать npm install bootstrap. У меня установится Bootstrap прямо вот так вот. Если вы раньше использовали Bootstrap вообще в верстке, вы, скорее всего, подключали отдельно стиле Bootstrap через TagLink, отдельно скрипты, jQuery и Bootstrap, и это все дело у вас было разделено. У вас могло подключаться большое количество стилей, большое количество JavaScript. Сборка работает немножко по-другому. Она позволяет нам подключать один CSS файл, один JavaScript. Это хорошо, потому что меньшее количество запросов к серверу уходит. И если нам, допустим, здесь нужно использовать Bootstrap, то мы можем сделать просто импорт. Сказать Bootstrap. Bootstrap. Если я ничего не путаю. А, нет, это не JavaScript. JavaScript можно было бы сказать и так. Здесь немножко по-другому. Здесь ему нужно будет прямо точно папку сказать. Not Modules. Bootstrap. В Bootstrap есть папочка dist, папочка CSS и различные версии CSS. То есть, допустим, мы можем взять какой-нибудь либо просто сетку, либо Bootstrap.mincss. И это позволит мне уже в рамках моего SAS файлика использовать любые возможности, которые мне предоставляет Bootstrap. При этом в конечном, при сборке, в конечном итоге у меня в папочке dist ничего с Bootstrap связанного не будет. Все нужные стили сформируются, скомпонуются и положатся в отдельный файл. Один. Общий. Вот это важный нюанс. То же самое с JavaScript. Вы можете устанавливать различные библиотеки для JavaScript. Самые разные. Ваша задача будет после установки их просто здесь импортировать и использовать каким-либо образом. И в данном случае в сборку попадет только то, что вы используете. Да, Роман, хороший вопрос. Мы могли бы подключить sas-файл не напрямую в HTML. Мы могли бы подключить sas-файл просто импортом сюда. Могли бы сказать, что сделай мне, пожалуйста, импорт моего style с CSS. И он тоже бы прекрасно работал. Подробнее можно документацию по партию посмотреть, как это корректнее организовать всю эту архитектуру. Я понимаю, что на вебинаре у нас много слушателей и часть слушателей возможно немножко даже в растерянности. По крайней мере, когда я провожу мастер-классы в открытом формате, то есть я вижу людей, я иногда вижу, что я говорю быстро, говорю много, говорю про сложные вещи. Но я стараюсь дать некий основной посыл, что для того, чтобы начать что-то делать, первые шаги делать всегда сложно. Но всегда есть боязнь того, что вот я не понимаю, впереди только сложнее, я закопаюсь, и я всегда стараюсь просто показать некие возможности, что можно достаточно быстро делать много вещей. То есть в данном случае мы с вами потратили совсем немного времени, но при этом мы уже можем использовать много разных инструментов. Вернемся к нашей красивой картинке. Мы можем уже вот эти инструменты использовать при процессоре. Мы можем использовать уже разные инструменты по сборке. Вот он, собственно, парсель, вот он здесь тоже присутствует. Мы уже даже немножко со скриптами с вами поработали. В принципе, парсель, он позволяет работать даже с любыми фреймворками современными. Это может быть React, это может быть Angular, это может быть Vue.js или Svetl даже современный. В документации красиво и очень просто описано, как это делается. Просто если сравнивать сборщики, то парсель очень простой для входа в сравнении с выпаком либо другими инструментами. И мы с вами даже не делали никакой конфигурации, мы просто его установили, написали два простых скрипта, которые есть в документации официальной самого парселя, создали один файлик как точку входа и указали его здесь как скрипты. Все остальное мы можем работать, как нам уже известно, добирать новые технологии и начать их использовать. В процессе обучения подобным вопросом частенько не уделяется достаточно внимания, как мне, по крайней мере, кажется. И часто бывает так, что я работаю со студентами, которые теряются именно на этой части. То есть они изучают основы джаваскрипта, они уже умеют даже что-то делать, но не могут собрать все это дело вместе, не могут собрать кучу стилей с припроцессорами вместе с разными возможностями джаваскрипта, фреймворков, объединить это в единое целое. Можно это делать по-разному, но важно уметь некую точку входа, чтобы это было несложно. Я надеюсь, что эту точку входа я вам дал, что вы будете в состоянии с ней самостоятельно справиться. По крайней мере, я вам рекомендую скачать исходники, которые я вам загрузил, и просто поговоряться еще раз. Там будет как раз кликер, там разбито на пару файликов, используется современный синтекс с джаваскрипта. В принципе, там установлено ровно то же самое, там ничего даже дополнительного больше нет. И также я хочу вас пригласить на наши занятия и на мои курсы. Я веду все, что связано с джаваскриптом. У нас есть фронтовый джаваскрипт, то есть все, что связано с разработкой клиентской части, то есть то, что можно сделать какой-то интерактив на стороне пользователя. Мы рассматриваем в том числе React. Я веду два курса по React. Базовый по React курс и курс связанный с Redux и такой возможностью, как React роутер, чтобы создавать так называемые SPA-приложения. Также у нас в Академии ведется серверное программирование, Teno.js, более подробно то, что мы с вами сейчас рассматриваем. Там тоже пару курсов есть. Так что если вы только начинаете свой путь в веб-разработку, то вы можете выбрать самые разные направления. Вы можете прийти к нам на базовый курс уровень 1. Это самые-самые-самые основы, но достаточно подробно, чтобы дальше было легче идти. Мы рассматриваем самые основы. Этот курс я буду ввести, который стартует 26 июня. Мы рассматриваем все самое базовое. Если вы уже с этим знакомы, либо вы пройдете тот курс, я вас предложаю на следующий уровень. Это возможности уже работы с HTML-страничкой. Как с ней работать, как обрабатывать события пользователя, взаимодействовать с пользователем. Этот курс стартует 6 июля. Этот курс также буду вести я. после них будет еще несколько курсов более высоких уровней по JavaScript tool. Они будут стартовать чуть позже, тоже в июле, один в июле, один в августе. Поэтому я вас приглашаю. Там не будет так сумбурно, как сейчас. Повторюсь, немножко разный формат. Сегодня моя задача была немножко вас где-то шокировать, но показать, что все возможно. Причем возможно буквально за пару строк. Просто важно понимать, как их сделать. Я помню, когда первый раз свой сервер на Linux разворачивал, мне было очень больно, потому что у меня не было инструкции, и то, что я гуглил, мне не помогало. Поэтому минимальные инструкции мы сегодня с вами рассмотрели. SQL-запросы, background. Я front-end разработчик, с SQL-запросами я почти не имею дела, и базы данных обычно я использую NoSQL, поэтому происходит запросы, Роман, извините, я вам не подскажу. Но подразумеваю, что наверняка какие-то возможности в Node.js для этого тоже имеются. Да, конечно же, они через бэкэндовые в первую очередь языки делаются, но Node.js это серверный язык, поэтому возможно, что он позволяет и такую возможность делать тоже. В завершении еще, если вопросы есть, пишите. я напомню, что меня зовут Михаил Непомнящий, я представляю учебный центр специалист, на ваших экранах телефон учебного центра, можно связаться, задать любые вопросы по тем курсам, которые есть. Ближайший курс, который я буду вести именно по JavaScript, по базовому направлению, стартует 26 июня, будет курс буднего дня, следом за ним на следующей неделе стартует следующий курс. Подробную информацию на курсах можно найти на наших сайтах. JS и Lua это все-таки немножко разные технологии, с Lua я не работал, насколько я представляю, он все-таки больше backend, JS для фронт-энда разрабатывался, но может также и backend писать, для чего Lua я вам не скажу, не знаю, не имел с ним дела. Пост запроса это AJAX на PHP скрипт, JavaScript может работать с AJAX и пост запросы, и get запросы, для этого пишется отдельная API-шка на стороне backend, JavaScript с ней взаимодействует с этой API-шкой. Если вопрос был об этом, Роман. Еще раз приглашаю в наш учебный центр, повторюсь, что мир веб-разработки открыт для самых разных людей разного возраста, разного пола, разной предыстории. Главное ваше желание, ваше стремление войти в веб-разработку, и чтобы не затеряться, здесь уже преподаватели учебного центра вам помогут, в частности помогу я, приходите и давайте изучать JavaScript вместе. На этом у меня все, спасибо вам за внимание, еще раз меня зовут Михаил Непомнящий, я фронт-энд разработчик и преподаватель учебного центра специалист. Всем спасибо и буду рад видеть вас в нашем учебном центре. субтитры. Спасибо за субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok